это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют людям говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер конце каждой программы я говорю жизнь только подражает литературе или в оригинале как оскар уальдо подражает искусству есть страна которая практически в полной мере иллюстрирует данный принцип на днях она отметила 30 лет независимости эта страна как вы догадались украину лучших традициях хоррора юбилею предшествовали ну своего рода знамения на майдане заглох танк херсоне рухнул флаг шток ну и вообще список можно продолжать долго не обошлось знаете ли без социальной драматургии ну например знаковой группе green grey так и не дали выступить на концерте ко дню независимости а все дело в том что вокалист мурик посмел высказаться против и даже показал средний палец против языковой дискриминации в украине и все до побачи нет как говорится а меж тем когда-то то что когда-то и сейчас тоже песня green grey что называется была одним из символов новой независимой украины вот к слову именно музыка на мой взгляд одно из несомненных достижений независимой украины масса классных групп ну смотрите скрябин вопли вида плясова green grey братья гадюкины call before и так далее это действительно ну своего рода знак качества да и с украинской поп музыкой все довольно неплохо но правда же мару да и вообще половина российской эстрады наверное даже самая успешная половина это выходцы из украины ну а самый лучший на мой взгляд по-прежнему самые актуальные песни созданные за годы независимости украины ну лично я считаю шедевр от братьев карамазовых наша маленькая стая современной украинской литературой все также довольно неплохо ну я знаю чем говорю есть например знаковые украиноязычные писатели это сергей жадан тарас прохайска любка дэрыш есть писатели классные русскоязычные алексей никитин максим матковский анатолий крым ну список больше на самом деле и конечно шикарная большая поэзия один александр кабанов чего стоит понимаете беда в том что в принципе в украине существует это кощунственное искусственное разделение на украиноязычных и русскоязычных или как меня называли российско-молву и вот это разделение она искусственно создана и создана с одной главной задачей с одной целью разорвать и культуру и народ украины вот в опасной книге под заголовком феномен нацистской пропаганды опасная книга это название блестящий публицист слово уроженец харькова константин киворкян дает прекраснейший анализ того как нацистская пропаганда использовала культуру в своих бесчеловечных целях ну нечто похожее уж простите меня за эту параллель сделали и в украине культуру и язык не стали объединяющий надстройкой нет наоборот их использовали как вот таких себе ездовых собак политической колесницы войны такой вот образ и под соответствующим контролем взращивались выращивались штурмовые батальоны так называемой новой украинской интеллигенции и вот именно она эта самая интеллигенция сыграла ключевую деструктивную роль в майданах 2004 и 2014 годов и для соответственно обогащения одних и для принижения унижения других вот правительские об этом писал еще николай трубецкой в своем эссе к украинской проблеме он говорит что сужение поля культуры может быть желательно только для бездарных и посредственных творцов желающих сохранить себя против конкуренции а с другой стороны для узких и фанатичных краевых шовинистов и вот трубецкой заключает что именно такие люди будут выступать против общая русской культуры но так она есть действительно шовинисты спелись с националистами с интеллигентами в результате образовали такую себе новую украинскую культуру но сильно напоминает знаете ли франкенштейна состоящего из австро-венгерских польских немецких еще каких-то нарративов деталей история украины это во многом история двух сторон оборотных сторон история мутации трансформации если угодно но проводя аналогии с литературой это странная история доктора джекила и мистера хайда мистер стивенсон это написал только наркотиком в этой истории становится такой себе националистический дурман странным образом существующий без самой нации вот это тоже знаете ли из области мифов когда одни вопрошают ну где где друзья вы видели в украине тех самых бандеровцев а в это время на площадях эти самые бандерасы устраивают факельные шествия ну а другие рассказывают нам о каких-то украинских националистов ну знаете ли это какие-то очень странные националисты потому что они обслуживают чьи угодно интересы но только не украинский знаете ли отсутствие от четко сформированной выраженность ли угодно оформленной нации случае украины есть и в том числе и прямое следствие деформации культуры хотя предпосылки для другого ну на мой взгляд более положительного для украины итога были несомненно были вот когда-то великий лев гумилёв писал о пассионарном взрыве а пассионария пассионарной энергии вот нечто похожее я действительно наблюдал во время последнего майдана однако случилось то что социальной психологии называют эффектом люцифера когда хорошие люди ведомые благородными намерениями становятся частью инфернальной массы и пассионарная энергия куда-то исчезла это кстати тоже вполне себе кинематографическая история посмотрите классический сюжет без разрушения вырываются наружу и никто не в силах их обуздать и корень зла тут во многом в том что самой идеи национальной идее новой украины заложено не созидание разрушения или если быть точным не утверждение а отрицание леонид кучма ёмко сформулировал это в известной фразе украина не россия название его книги ну хорошо украина не россия тогда что украина дайте ответ в ответ тишина а если тишина то и пустота а природа как известно не терпит пустоты и эта пустота свою очередь заполняется бесконечными мифами от украинцев адама и евы до великого сдабулы и вечного ганьба до новая украинская реальность сплетена из бесконечного числа мифов это безусловно очень интересно но и очень и очень опасно видишь суслика нет и я не вижу а он есть а вот меж тем украина могла бы пойти совсем иными путями ну например смотрите дополнить общерусскую культуру сохранив при этом свою индивидуальность или что на мой взгляд самое правильное для украины стать ядром великой цивилизации именно так то есть не стучаться в двери этого европейского предбанника не педалировать тему младшего брата по отношению к россии а за видите себе как о новом истоке как о древнем истоке не зря бердяев говорил что первая русь это русь киевской ну или если уж сказать совсем просто то не надо изгонять булгакова из киева как делается это сейчас изгонять булгакова из украинских библиотек наоборот надо всячески всячески притягивать его себе тем более что на украинской земле проживала ну по меньшей мере 35 миллионов русских людей вот чтобы было делать с ними как с ними пытались договариваться а наоборот их вместо защиты вместо понимания вместо диалога их резали по живому когда либо ты украинец либо ты там русский то есть выбирая врага взбирайся на баррикады делаю что-то причем их растягивали как на дыбе и с одной и с другой стороны хотя именно эти люди и были солью и украинской и русской земли вот как об этом слову писал гоголь блестящий на мой взгляд никак не дал бы преимущество не малоросу перед русским не русскому пред малоросом обе природы слишком щедро одарены богом и как нарочно каждая из них порознь заключает себе то чего нет в другой явный знак того что они должны пополнить одна другую впрочем после девяносто первого года украина пошла еще дальше нежели просто отрицание россии в себе и себя в россии отрицание россии в принципе украина стала чем-то вроде обратной стороны россии да именно так этаким подсознанием или вспоминая язык кино черным бегло ну если вы смотрели сериал твин пикс то помните был такой там черный бегло таинственное место с двойниками и демонами это место и реально она напоминает облако хаос там как в сновидении пишется невероятная история соткана из казалось бы случайных событий там не хотят конкретных вещей там требуют всего и сразу там прошлое намного важнее будущего там в принципе реализуется альтернативный сценарий это не какие-то общие слова но вот вам пример смотрите только в украине многие люди пошли голосовать не за реального человека а за экранного персонажа ну разве жизнь не подражает искусству знаете ли все в лучших традициях постмодернизма когда мы перестанем мериться патриотизмом делить украинцев на своих и чужих а наоборот объединиться вот тогда слава украине будет звучать не только у нас но и во всем мире а знаете ли вы что ваш клуб четырех коней при правильной постановке дело может совершенно преобразить город васюки трагикомично смотрится особенно сейчас не правда конечно в этом есть некий авантюризм некий дух свободы это довольно увлекательно но ведь рано или поздно за все приходится платить потому что черный вид вам это лишь тени когда-то ты должен из нее выйти вот как после этого сохранить разум как сохранить целостность неважно речь идет о государстве или человек ведь демоны которые обещали помочь они сами захотели властвовать и совершили такой себе подлог и сколь бы не были сладострастны сладостны дурманные сны однажды ты все равно проснешься ну или другой вариант навсегда затеряешься в той параллельной реальность вот собственно украина и делает этот сложный я бы сказал фундаментальный выбор рубрика герой нашего времени и в ней чарли от величайший барабанщик в истории рок-н-ролла барабанщик rolling stones он ушел из жизни 24 августа 2021 года на восемьдесят первом году жизни ну чарли от я хочу об этом сказать особо был действительно очень странной иконой рок-н-ролл это человек стиля он выглядел как истинный джентльмен это абсолютное чувство стиля во всем в музыке в жизни в любви ну что тут говорить если находясь самой безбашенной группе рок-н-ролла сколько там было у мика джаггера любовниц он 57 лет прожил в браке с одной женщиной вот такой вот был человек чарли от ну его смерть это фактически конец той великой эпохи рок-н-ролла ну и скажем так прощание окончательное прощание с легендарными 60 это была программа игра в классике берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе в чем мы лишний раз сегодня убедились удачи вам любви и конечно терпения